Когда он это все стирает, там в коже несколько маленьких штришочков, эскиз потерян. Это неправильная тактика. Сейчас покажу, как нужно. Допустим, у нас вот такая большая стрелка. Там дальше она уходит в межресничку. Ну, это у нас кончик стрелки, который нам надо зафиксировать. Либо у нас вот такая малюсенькая стрелка. Малюсенькая, изящная, тоненькая стрелка, которая должна вытащить, уйти вот так полностью в волосочек тонкий. Что я очень часто вижу? Мастер начинает прокрашивать или фиксировать стрелку. И он накидывает вот так вот пигмент. Тут создается лужа. И ему кажется, что он все прокрасил. На вид кожа черная. Когда он это все стирает, там в коже несколько маленьких штришочков, эскиз потерян. Это неправильная тактика. Сейчас покажу, как нужно. Во-первых, как мы фиксируем стрелку. Если вам нужна идеальная линия, вы должны научиться фиксировать, рисовать вот таким примерно образом. То есть вы входите в кожу самым кончиком иглы. И находясь в одной линии, туда-сюда совершаете такие маленькие возвратно-поступательные движения, находясь в коже постоянно и идя по одной линии. Таким образом вы сможете и загнуть, как вам удобно, в любую сторону. Потому что штрихи у вас маленькие, и это не будет выглядеть елкой. Штрихи буквально миллиметр вперед-назад. Если вы будете делать большие штрихи, что я тоже часто вижу, вот примерно такая картина и получается. Линия вроде бы даже может и остаться, но она может состоять из таких вот каких-то заусенцев во все стороны. Это не очень красивая линия, и она нечеткая, и у нее меньше шансов в общем-то в коже остаться. Поэтому чем более вот такие короткие маленькие штрихи самым кончиком иголки, тем более тонкая линия, которой вы зафиксируете эскиз. Самая важная линия на веке – это нижняя часть стрелки. Поэтому ее вы должны особенно тщательно прорисовать, потому что если вы потеряете ее, то есть риск испортить клиенту весь рисунок, опустив в конце не туда стрелку, либо изогнув ее не тем образом, который вы обсуждали. Когда вы подходите к внешней части стрелки, вы должны сделать одно движение на вылет. То есть еще какая ошибка, когда мастер подходит к кончику стрелки, часто я это вижу, вот так берет и начинает рисовать вниз. Вот этот вот уголок, он почти всегда очень толстый, грубый, некрасивый. Хуже еще бывает, когда мастер подходит к стрелке и здесь вот таким образом примерно закрашивает кончик. То есть он создает вообще очень грубый кончик, который никак не может стать красивым никогда и тонким. Что вы должны сделать? То есть вы берете и также точно фиксируете внешнюю часть, вы подходите прямо четко к вот этой линии вашей, которая у вас нижняя. И здесь у вас остается между вот этими полосками такая небольшая пустота. И тут уже вы одним движением, как волосок, вытягиваете ее в сторону. Ну если это глаз ближний к вам, то на себя, если дальний, то от себя. Именно вот таким одним движением, чтобы это был такой, прям вот как волосок, окончание, очень тонкое, красивое и изящное, ни в коем случае не возвращайтесь в нее снова, потому что у вас пигмент лежит, возможно, только на коже, а может быть он уже и в коже. Вы должны стереть, проверить. И если у вас не лег пигмент, то еще раз таким же движением, может быть только с чуть-чуть большим усилием, либо с уменьшенной скоростью. Тогда у вас будут стрелки вот прям вот таким вот тонким, тонким, изящным, красивым окончанием. И никогда не совершайте вот такой ошибки, это не останется красивым. Это окончики. Потом, что касается у нас прокрашивания вот в этой толщине. След иглы в коже, он вот примерно вот такой, вот настолько же тонкий. Естественно, за 5 штрихов вы ни в коем случае не прокрасите черно-на-черно плотно эту стрелку, какой бы толщины она ни была. Вы должны класть свои штрихи, находясь в коже очень плотно, все время находясь, в общем-то, в коже, при условии, что это просто плотная черная стрелка. Несмотря на то, что вот сейчас у меня лег пигмент здесь сверху, да, и мне по идее может показаться, что я все прокрасила, вы должны помнить о том, что внутри, в этой стрелке, очень много пустых мест. Поэтому вы должны прям плотно прокрасить, совершить очень большое количество штрихов, но в зависимости от толщины стрелки и кожи, на которой вы работаете, но это может быть даже 50-60-100 штрихов от края до края. И потом даже вернуться, и в безопасном месте вы можете пройтись еще вот таким образом наискосок, чтобы уж убедиться и все вот эти полосочки между собой прокрасить, чтобы не было пустоты у них. Естественно, если у вас лежит пятно пигмента, вы не можете выскочить ни туда, ни туда, ни вверх, ни вниз, то есть вы должны работать только в безопасной зоне. Потом вы стираете, убеждаете, что у вас легло ярко, либо не легло совсем. Если у вас вы стерли и слишком ледно, то вы должны что-то изменить, либо скорость, либо нажим, либо даже, возможно, угол внесения в кожу пигмента. Но всегда это вертикаль. Поэтому, казалось бы, не стоящее того, чтобы говорить упражнение, но по своим студентам я замечаю, что очень часто они пытаются за буквально 5-10 штрихов прокрасить всю стрелку, всю толщину. Но на самом деле это невозможно, и находясь в коже, надо прям постоянно совершать вот эти возвратно-поступательные движения вперед-назад и плотно-плотно прокрашивать, несмотря на то, что на вид она уже черная. Ну, естественно, если у вас стрелка маленькая, то вы делаете штрихов меньше и тоже постоянно протираете. Подходя к кончику, вы должны сводить свои штрихи, как бы пытаться свести их в одну точку, как будто буквой ВИ. И в самом конце лучше замедляться, чтобы не выскочить за вот эту вашу линию вашего идеального контура. И постоянно проверять, чтобы кончик был красивый, чтобы внешняя часть у вас не была вот такой вот грязной. Я тут не стираю, поэтому у меня эти подплывы, но на коже надо протирать постоянно. Вот примерно таким образом вы должны прокрашивать стрелку. Продолжение следует...